Приветствую вас дорогие зрители Продолжаем мы нашу кампанию За фракцию долгую дур Так Я по моему тут уже Везде походил Всеми войсками По строительству Тут у нас деньги Я так подозреваю Я экономлю На что то стоящее Чтобы не распространяться на всякую мелочь Да Судя по всему именно так Этих ребят я пока переобучать не буду И Хорошая мысль мне пришла на ту тему Что Я наверное Так что у нас здесь Один отрядик Этот один отрядик До вот этого поселения не дойдет Сколько вы в содержании Ага понятно Копейки в содержании То есть что я думаю Предпринять Я выведу так как у нас здесь Есть крепость долгую дура Которая по идее должна Бесплатно содержать Четыре отряда Поэтому Я наверное здесь Устрою себе небольшое укрепление И переброшу вот эти войска Четыре отряда Сюда на передовую Я почему то раньше этим не пользовался Крепостями Вот еще одна у нас крепость Есть То есть сюда тоже можно организовать Там Те же самые четыре отряда Которые у нас будут Бесплатно Сидеть И как бы Не подглядать наши денежки Так Тут у нас один отряд А где же мой Назгу А Назгу пошел в атаку Да точно Тут один отряд И никого мы не нанимаем Но я думаю Что пока и нет смысла Конечно не мешало бы тут Расставить еще Башни На наших границах Чтобы мы видели Мало ли Может тут Рохан Сейчас захочет К нам прибежать Но пока башни нету Поэтому я наверное вот этого Товарища Брошу На передовую Скажем так Пускай у нас там разведывает Обстановочку Вот И ну в целом Я думаю Можно пока пропустить ход Что у нас по прибыли Получится 1500 Ну да Мы вывели вот эти Четыре отряда из замка Они сразу у нас съели Губа говоря 1000 Что не очень приятно Скажем так Ну ладно Тем не менее Пропускаем ход Вот так вот Войска Андуина Крестьяне Андуина Да Давайте на них посмотрим Ну ничего особенного Я так подозреваю Они попали в засаду Нашу Да Мы заставили Противников Врасплох Он не может Подготовиться К битве Но я думаю Я это сражение Сыграю Можно было бы Автобоем Его отыграть Да Наверное Давайте я так и сделаю Я не хочу Тратить время На это все То есть Вот Отлично Без потерь Вот это мне нравится Что у нас тут Ну Ранги Никто не заработал Ага А вот тут Андуин Что-то Затевает Пытается Нам наверное Как-то Пройти Проникнуть Гномы Хазадума Зачем так К нам пришли Что-то нам Хотят предложить Перемирие Ну С гномами Хазадума Я думаю Есть смысл Пока Что Временно Хотя у нас Даже нету Цели Такой Воевать С гномами Поэтому Да Давайте Допустим Перемирие И торговый договор Штубка Но тем не менее Как вы видите Согласились Мы разграбили Вражеский лагерь Отлично Осада А Что-то я не осадил Это поселение Не пошел на штурм Ну ладно Что-то я Наверное Как-то вот Так Я не понял Почему мы не можем А Можем Переживать Ушли Эти Эльфийские Отряды Точнее Отряд Отношения Улучшились В империи Ахарат Дипломатические Сведения Кнежества Дуламрат И Варья Игханда Начали Войму Отлично И Мы Заключили Закромами Перемирия Доклад Онлайн Переобучены Ну Это понятно Переобучены Молодцы Тут Тут нам Я думаю Стоит Расправиться Вот с этими Отрядами Два К одному Ну давайте Вручную Наверное Я все таки С ними Сыграю Вообще Хоть посмотрим Что это За Чудо Копейщики Ну судя По Их Характеристикам Я думаю Что ничего Там страшного Не должно Случиться Возможно Мы их Надзгулами Перебьем Или перестреляем Мучниками Но В любом Случа Я думаю Тут И то Понятен Развертываем Войска Да Лесистая Местность Не очень Удобная Для Обстрела Нашими Лучниками Но Как Есть Сейчас Да и Надзгулами Тут особо Не Повоюешь Так Ребята Давайте Все поближе Идем Ускоряемся Скорее Всего Враг Будет Менять Позицию Занимать Вот там Тот Холм Ну Это Как бы Не страшно Стрелков У них Нет Поэтому Там Занимай Холм Занимай Холм То есть С такими Характеристиками Как Этих Вражеских Копейщиков Я думаю Даже наши Вот эти Лучники Смогут Плодотворно Вести Огонь По Врагу Давайте Вот сюда Наверное Сразу Подведем Наши Отряды Единственное Что Наверное Пускай Несется Вот так Вот сюда Куда Так А лучники Ну да Им придется Очень близко Подходить К Вражеским Отрядам Ну Я думаю Это Не беда Вот так Вот Выводим Наши Орудящие Отряды Еще Ближе Лучники Ну Чуть Чуть Не достают Как мы видим Я бы конечно Мог тут Еще Как-то Маневрировать Там Переставлять Их С другого Фланга Подходить Там Где Может быть Удобнее Было бы Вести Огонь Ну Что там Я думаю В этом Нет Смысла Просто Сейчас Там Что-то Выдумывать Что Не хотят Идти Сейчас Их Вынудим А Вот Вы Где Прячетесь Так Наверное Скорость Надо Поставить Обычную Они Уже Испуганные Мораль Боевой Тут Пошатнулся Я думаю Что Ну Такие Ребята Как бы Ничего Особенного Действительно Крестьяне Андуина То есть Что Они Нам Могут Противопоставить Но Сами Понимаете Да Шансов У них Тут Как бы Немного Если Мы Еще Тут Назгулом Сейчас Поработаем Как следует То Вообще Все Будет Здорово Давайте Вот Так Сконцентрируем Огонь Наших Стрелков На Одном Отряде А Назгулом Тут Сейчас Подбегаем Немножко Посеем Панику Тут Среди Врагов Легкая Пехота Даже Вот так Да Нож Убили Где там Наш Навзгул Я думаю Этот отряд Пока Дойдет Мы Хорошенько Сейчас Обработаем Нашими Стрелками А Этим Товарищем Я смотрю Им Тоже Залетает Давайте Попробуем Чарж Устроить По этому Отряду Всегда Наши Назгулы Сейчас Перестроятся Пока Ай Что-то Зацепило Да Я смотрю Наши Желучники Зацепили Наши Группы Такой Неплохой Чарж А Ну вот Собственно Говоря Битва На этом Закончилась Да Завершаю Сражение Воинов Потеряно Семь Ну Ладно Вражеский Военачальник Погиб Как-то Так Вот Так Вот Как-то Случилось В общем Предлагаю Выкуп Три копейки Ни к чему Расширение Свиты Клинок Людей Плюс Один Авторитет Здорово Идем Сразу же На штурм Вот этого Поселения Это Город Это Ну Не крепость Какая-то Там Обычная Вот нам Говорят Что соотношение Четыре К трем Есть Тут Вот такой Полководец Который Меняющий Кожу Вот такие Злые Дядьки 25 Атак Анатиск 9 17 Общая Защита То есть Неплохие Такие Ребята Вполне Вполне Неплохие Воинов 46 Человек В отряде Вот Воинов У них Как бы В отряде Немного Ну что В бой Развертывание В войск Начинаем Его Да Вот такая Вот деревушка Получается Нестандартная Скажем Так Ну Мы попытаемся Подойти Как можно Ближе Расставить Тех же Самых Наших Стрелков Я думаю Вояк Я поставлю Чуть Вот так Вот В тылу Кавалерию Здесь Во фланге И Посмотрим Как сейчас На нас Будет реагировать Враг Пока Атаковать Он не хочет Я думаю Что он Ждет Пока Пока Мы сами Подойдем К ним Поближе Так Лучники Наши Ну Где-то Вот сюда Их Надо Подвезти То есть Соответственно Вот этих Наших Рубак Я поставлю Где-то Здесь Есть Давайте Побежали Назвало Я выведу Наверное Куда-то Вот сюда На передовую Вот чтобы Как-то Может привлечь Даже Внимание Врага Чтобы он Как-то Среагировал На Нашего Полководца Возможно Пошел Ватан Я смотрю Ему Оно Не холодно Не жарко От наших Манипуляций Тут Вот Поэтому Будем Сами Подходить Лучниками Нашими Троллить Врага Пытаться Вывести Его из Равновесия И Соответственно Разбить И постараться Разбить Их Вообще Целиком И полностью Скажем так Ну Пока я смотрю Наши Лучники Нет Как они Не хотят Доставать До цели Слишком Уж У них Дальность Стрельбы Низкая Главное Чтоб враг Сейчас Не сорвался Первым Вот Уже Мы попадаем Да Я смотрю Достаем До каких-то Там Вражеских Отрядов Подтягиваем Вот этих Ребят Подтягиваем Вот этих Ребят Вот И уже Какие-то Лучники Наши Ведут Огонь По легкой Пехоте Мы только что С ней уже Встречались Крестьяне Андуина Вот Вполне Себе Неплохо Я думаю Они сейчас Зашевелятся Опять-таки Крестьяне Андуина Вот это Я так Смотрю Отряд Полководца 46 человек Посмотрим Как они Будут Себя Вести В дальнейшем Единственное Что Я смотрю Ага Вот они Среагировали На нашего На нашего Полководца Пускай Единственное Что Конечно Да Я не учел То что У нас тут Слишком Мало Слишком Низкий Боекомплект У этих Лучников Поэтому По итогу Придется Сражаться Как-то Уже Вручную То есть Вот даже Ребята Пошли В атаку И Если уж Такое Дело То Мы Не достаем Пока Чтобы Их Атаковать Я думаю Что Есть Смысл Подвести Подвести Наших Лучников Ближе Давайте Ускорим Даже Передвижение Чтобы Мы Могли Достать До Отряда Полководца И Попытаться Его Немножко Тут Прорядить Скажем Так Так Лучники Ну что Живы Такие Тормоза Давайте Бегом Быстрее Подходим На Позицию Достаем Подходим Ближе Вот Этих Ребят Тоже Во фланах Заводим Аккуратненько Так Достаем Вот Отлично Начинаем Вести Огонь По Вражескому Полководцу Я думаю Что Сейчас Все Быстро Закончится Потому что Хоть там И 17 Брони У них Но я Думаю Что Они Будут Разлетаться Достаточно Быстро Отряд Вражеского Полководца Сколько Их 46 Человек Ну Понятное Дело Мы такими Лучниками Еще Бьем Смешными Да Там У них По-моему 2 урон На дальних Дистанциях Ну Хотя Бы Так По Одному По Два Тем Не Менее Что То Да Будем Выбивать Опять Так Тех Самых Копейщиков Немного Тут Проведим Вот Эти Наши Ребята Пускай Вообще Наверное Сюда Куда-то Заходят Чтоб Мы Сейчас Как-то В тиски Попробовали Взять Такие Вот Меняющие Кожу Беорнинги Зашевелись Они Тоже Что-то Куда-то Ладно Можно Даже Немного Успорить Прокрутку Пускай Наши Лучники Работают Может Даже Какие-то Там Ранги Себе Понабивают Вот Такой Полководец Уже Пошапнувшийся Ненадолго Но Все равно Так Одни Лучники Уже Отстрелялись Боекомплект У них Закончился Ну Ждем Я думаю Пускай Все Уже Расстреляют Свой Боекомплект А потом Мы Начнем Действовать Скажем Так Давайте Так Вот Сейчас Сделаем Уже Рьяные Да Собрались Они Как бы В кучку Зря Сразу Поотпадало Немного Врагов Просто Мне не очень Хочется Ломиться Сейчас Туда Нашим Полководцем Единственное Можно По легкой Кавалерии Попробовать Ударить Хотя С другой Стороны Да Чего ждать Ребята Давайте По полководцу Сразу Махните Не посмотрел Я Есть ли У них Там Бонус Против Кавалерии Ну Вряд ли Хотя Топоры По идее Должны Пробивать Диспет Но Опять Так Я Я думаю Что это Все Ерунда С чарджа Немного Отпало У нас Отпало Двое Двое всадников Как всегда Почему-то Даже Двое Уже Вот Прям Посыпались Наши Всадники Так что Я думаю Лучше Применить Тут Все Такие Пехоту Нашу Вот Этих Ребят Тупящих Регулярно Надо Сейчас Как-то Собрать В кучу Вот Я им Приказал Бежать Да Ну Им По-моему Фиолетово Что Чтобы Я не Говорил Они Там По-своему Все Хорошо Они Решили Между Собой Что Не Бежать Бежать Это Не Наш Мы Спеша Прогуляемся Вот Ждать Я не Буду Пока Не Там Соображать Как Им Лучше Стать Лучше Позицию Вот Поэтому Пойду В атаку Сейчас Попробую Копейщиков Этих Сбить Чарджи Выйти Опять Из Этого Чарджа Что Там Копейщики Как Вы Сядь Чувствует Трое Но Как Вы Видите Наши Матсвеллы Все Таки Падают На Этих Беорнингах Причем Так Неслабо Беорнинги Вот Как Не Торопятся Не Торопятся Уходить К Про Отцам Поэтому Будем Сейчас Регулярно Пытаться Чарджевать По ним Хотя Там Еще Немножко И Финиш Мне Кажется Там Осталось Семь Человечков Ну Вялый Чарш Какой-то Захотели Наши Так Где Беорнинг Один Наверно Остался Которого Все Пинают Из Стороны В Сторону Видимо Это Полководец Наверное Что Он Выплясывает Ну Понятно Да И Никак Не Умрет Чем-то Напоминает Меня О Наконец Чем-то Напоминает Меня Полководцев Стерлингов Которых Можно Бить Ну Я Не Знаю Часа Пол Наверное Одного Единства 44 Человека Потеряли Ранги У Нас Какие-то Там Даже Учники Набили Один Ранг Понятно Итоги Что же Нам Предложат Да Занять Поселение Что Тут Такое Можно Даже Что-то Кого-то Переобучить Давайте Переобучим Есть Небольшой Найм Так Наша Культура Тут Присутствует Но В основном Северяне Немного Эльфов Много Диких Людей Понятно Немного Даже Дунедайн А вот Ну Переобучим Сейчас Татья Армии Посмотрим Что там Им дадут Возможно Броню Какую-то Не знаю Отношения Ухудшены Свободные Народы Андуина Понятное Дело Расширение Смиты Колода Для рубки Мяса Плюс Одна Незаконность Плюс Один Авторитет Вражеская Армия Бежит Но тут Вроде бы Как Вроде бы Все Понятно Тут У нас То ли Найм То ли Переобучение Посмотрим Уже По результатам Следующего Хода Вот И Деньжат Не густо Но по идее Сейчас Должно Понемногу Прибавляться 2900 Я думаю Когда мы Посадим Этот Отряд Сюда В Крепость То Многое Изменится Хотя У эльфов Тут тоже Не слабо Так Народу Сидеть Надо Будет Вот этими Бойцами Если что Как-то Пытаться Помогать Вот Этому Нашему Отрядику Небольшому А здесь Я думаю Что Можем Атаковать Давайте Пойдем На штурм 6 К 5 Хотя Как вы Видите Соотношения Вот Такие Вот Лучники Эльпийские Странники Аварии И Стражи Аварии Ну С этими Ребятами Мы уже Сталкивались В Компании За Дарвинион Неплохие Такие Бойцы Лучники Тоже Вполне Неплохие Но 56 Человек Поэтому 56 Человек Неполный Отряд Лучников Неполный Отряд Стражей Аварии Но Стражи Аварии Очень Даже Стойкие Ребята Поэтому Я думаю Что Битва Будет Веселая Развертывание Войск Начинаем Я бы Такой Чтобы Их Как-то Со всех Сторон Попытаться Окружить Давайте Попробуем Вот эту Пехоту Вот этих Лучников Поставить С этого Фланга Чтобы Как-то Дезориентировать Вражеских Стрелков Вот это Пушечное Мясо В целом Я могу Бросить На съедение Эльфийским Лучникам Но Мы сейчас Посмотрим Как это Будет Все Происходить Скорее всего Что Лучники Уже Могут Вражеские Эльфийские Лучники Уже Могут Вести Огонь По Нашим Отрядам Нет Почему-то Пока Не могут Вот Поэтому Воспользуемся Этим Моментом Сейчас Подойдем Поближе Нас Голов Я бы Вообще Перевел Бы Как-то Вот Туда Их В тыл Поставить Вот Хотя С этими Ребятами Конечно Не очень Просто Будет Сражаться Ладно Давайте Попробуем Сейчас Перевести Вот так И Да 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 По Эльфийским Лучникам Будем Работать Хотя Жалко Мне Даже Вот Этих Наших Коркопоходников Лихолес Они Уже С двумя Рангами Не Очень Будет Приятно Если Будут Успешно Обстреливать А обстреливать Их Будут Как Вы Видите Очень Даже Успешно Вот Где Тут Наши Ворки Ворки Подошли Ведем Огонь Сюда Так Секундочку Так Ведем Ведем Огонь Отлично Эти Тоже Ребята Пускай Стреляют Где Тут Наши Нас Были Уже На Подходе Да Урон Конечно Не Нам Наносят Солидный Потому Ничего Не Скажешь Наши Вот Эти Ребята Пока Сейчас Там Займут Какие Позиции Я Думаю Что Тут Надо Стараться Возможно Я Даже Немного Не С той Стороны Решил Атаковать Надо Было Наверное Лучников Все Так Эльфийских Сначала Молотить А Потом Уже Нашими Чудо Стрелками Бить Вот Этих Вот Вот Потому Что И у них Как раз И полководец Лучник То есть Да Неправильно Я сделал Но Сейчас Посмотрим На это Как оно Будет Происходить Какой-то Опять Вялый Чарж Такой Честно Говоря Но Как вы Видите Отсыпалось На этом Чарже Неплохо От Эльфийских Бойцов Немало Так Скажем Но У нас Тоже Не все Уйдут Я так Подозреваю Да Одного Все-таки Они догнали Одного Нашего Нацгула Так Ребята Станьте Здесь Пока Что-то Начали Суетиться Товарищи Возможно Они нам Сейчас Откроют Проход Да Так И сделали Я пойду Наверное Сейчас Стрелков Эльфийских Лучше Стукну Разок И уйду Сюда Через Их Отряд Потому Что Не очень Это все Хорошо Нам бы Вражеского Полководца Сейчас Сломить Уже И тогда Как-то Будет От этого Толк Ну Опять Какой-то Вялый Чарж Очень Вялый И попробую Через Их Отряд Пройтись Может От этого Будет Какой-то Толк Побольше Может Мы еще Пока Будем Уходить Кого-то С собой Заберем Давайте Ребята Уходим 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 Не надо С ними Там Махаться Вот Опять Потеряли Ого Много Нас Потеряли Пока Выходили Через Ленфийских Лучников Так Вот Здесь Стойте Так Тут Наши Вроде Работают Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Всадников У нас Отпало Можно попробовать Еще Использовать Эту способность И вот Так Вот По-моему Чаж Должен Пройти Хорошо Ну 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 Вот Вот Это Уже Интереснее Намного Интереснее И Опять Таки Уходим Уходим Пока Не подошли Вот эти Вот Стражи Авария Пока Нам Тут Не дали Подзатыльников Скажем Так Так Отошли Да Наши Назглы И Так Что-то Они тут Замышляют Да Встали Посредине Так Никуда Не хотят Уходить Назглы Разворачиваемся Добиваем Отряд Полководца И Будем Наверное Ждать Пока Наши Лучники Полностью Отработают Стрелы Хотя Как Вы Видите Не так Уж Много Они Сносят Залп Одного Человека Максим Ну Ну Эльфов Нам Надо вот этих Вот Добить Потому что Я думаю Что Тактика Приблизительно Ясна Да Вот Как-то Так Уходим Уходим Пока Не поздно Опять Много Нас Скорее Всего Ну Пока Два Ну Возможно Еще Кто-то Отойдет Вот Пока Так Отлично Под обстрелом Стоят Нам бы Лучников Нормальных У меня там Сидят Надо было Их с собой Забрать Да Я совсем Про них Забыл В одном Из поселений Там Сидят Так И Что Вы Предлагаете Ребята Вы Хотите Ну Давайте Нам Надо было Выбрать Расстояние Побольше Что-то Чарж Не Получился Надо Выходить Выходить Из этого Столкновения Подводить Сюда Лучников Поближе Да Потеряли Насколько Назвало Быстрее Вот Так Вот Да Вот Этих Ребят Конечно Нелегко Будет Молотить Еще Лучники Попадали Куда-то А так Половина Снарядов Пролетает Просто Над головами У них Давайте Назву Давайте Этих Ребят На центр Ставим Назвало Я думаю Сейчас Тут Все Сделает Как Надо Ну а вот Хороший Такой Чарж Был Как бы Вполне Неплохой Почему Потому что Так Отходим Отходим Быстро Отходим Ребят Не тупим Отходим Неплохой Чарж Потом Ну Как бы Просто Эти ребята Сами по себе Не слабые Иские Вот эти Рубаки То что мы Там Сбили С них Там Я не знаю Там 5-7 Человечков Это уже Неплохо Чарж Не получился Я смотрю Нарубиться С ними Я думаю Так В прямом Столкновении Не самый Лучший Выход Из положения Лучше Отойти Пока Отойдем Еще раз Чаржнем Ого Вот сейчас Был Чарж Наконец Сколько Надо было Так Тормозить Да Чтобы Так Ребята Вы Отходите Вы Тоже Отходите Потому Что Уж Слишком Много Я Уже Потерял Наших Рубак Этих Так Потеряли Еще Одного На Зву Пока Еще Не Потеряли Но Все Впереди Да Добиваем Этих Товарищей Тут Помогаем Нашими Да Все Потеряли А Их 14 Еще О Уже Меньше Это Приятнее Как бы 7 Ну Тут Я думаю Уже Отступать Нету Смысла Добиваем До Конца Ускоре Вообще Это Все Происходящее Да Завершаем Битву 78 Человек Нас Голонобили Один Ранг Неплохо Итак Расширяем Мы Понемногу Наше Владение Очередное Поселение Захвачено Но Я думаю Что Тут Уже Как бы Двигаться В Восточном Направлении Я Наверное Уже Не буду О Тут Шахты Даже Есть Какие Слабенькие Но Есть Так Тоже Культура Северян Но И Мелькоровская Культура Тоже 25% То есть В целом Неплохо Вот этих Лучников Я хотел Забрать И сразу Много Разобыл Про них Тут Один Этот Товарищ Справится Агент 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 Нам бы Еще Одного Агента Завербовать Если Есть Такая Возможность Где Нибудь Еще Одного Лазутчика А Я Строил Эти Здания Для Для Этих Товарищей Поэтому И Нет У меня Такого Большого Количества Лазутчиков Преотечение Да А Вот А где Где Мы Можем Построить Такое Здание По Моему Здесь Тут У нас Дороги Строятся Вот Вот Оно То Что Нам Надо Отстроим Вот Эту Построечку И Будет У нас Все Хорошо А тут Я забыл Нажгломать Все Шел Шел И Как-то Никак Он Никуда Не Доходит Опять Ему Все Мешает Опять Мешает Кто-то Ему Там Орки Видимо Орки Моглистых Гор Там По Пути Ему Попадаются Мы Идем К Корсарам Умбар Вот И Я думаю Что На этом Этапе Что У нас Тут С Прибылью 3000 На Следующий Ход Уже Неплохо Это Поселение Хотя Сомневаюсь Что Она Большую Прибыль Дает Но Тем Не Менее Раз Увеличение Границ Наших Это Не Может Не Радовать Но Плюс Еще Разгабел Вот Это Поселение Которое Надо Побыстрее Обратить В нашу Культуру И Будет Вообще Все Здорово Низкие Налоги Давайте Поставим Везде В этих Городах Пускай У нас Прибыль Упадет Не Намного Кстати Она Упала Поэтому Нормально Ну И Я думаю Пока Да Можно Пропустить Ход Здесь Как Вы Видите Еще Есть Одна Крепость Так Что Нам Лучше Сделать Тут У нас Бесплатное Содержание А тут Платное Из Этой Надо Как раз Здесь Укрепить Вот Этот Флан Было Было Очень Здорово Сюда Чуть Сюда Чуть Чуть Если Что Можно Там На Подхвате Вылетать И Нормально Сражаться Да Вы Чьих Будете Эльфы Так У нас же С ними Война Я Вижу Здесь Торговый Маршрут Который Идет Прямиком В Наш Порт Ну Ладно Возможно Это Какой-то Какой-то Такой Глюк Назовем Это Так Ну Что Да Пропускаем Итоги Хода Ничего Интересного Не Произошло Ряд Переобучений Но Это Я думаю Что Да Брони Немножко Дали Я так Вижу Уже 66 4 копейки Но Приемлемо По Строительству У нас Есть Рид Вести Я их Так На что-то Там Копил Тут Строительство Идет Тут Тоже Идет Давайте Посмотрим Что у нас В столице Что Заказать Эти Шахты Ну Опять Таки Увеличение Прибыли Небольшое Даже Не знаю Есть ли смысл Сейчас Заказывать Съедят Кучу Денег А Отдачи Никакой Вроде бы Как и не будет Ладно Сейчас пока С войсками Разберусь Так Товарищ Сюда Южнее Пускай Там Как-то Слабенько Смотрит Тут Видимо Холм Какой-то Ему Плохо Видно За него Вот И мы Смотрим Что В бесплатном Содержании Отлично Прибыль Какая Шесть тысяч Неплохо Идет Какой-то Чудо Отрядик К нам Андуиновский По-моему Совсем Не страшный Вот И Ну да Раз у нас Есть деньги Значит Надо их Все-таки Куда-то Вкладывать Шахту Хотите Севинарник Мастерская Болиста Я наверное Лучше Севинарник Закажу Да Я думаю Это немного Будет Разумнее Чем Это шахта Так Агенты Агенты Бегут Удивительно В этот раз Он никого По пути Не встретил Тут Агенты Тоже Бегут Вот так Вот Через этот Залив Пробегаются Вы Спокойно Стоп Видимо Неглубоко Так Что у нас тут С границами Конечно Я мог бы выйти Сейчас Навзголов Наверное Даже я выйду И поставлю Тут башню Вот На границе Пока никого Не видно Рискованный Такой у меня Ход Сейчас Совершаю Я Но Никого Нету В округе Поэтому Можно Я думаю Прогуляться Сюда Сначала На север Расставить Башни Что Уже Здесь На юге Вероятнее Всего Где-то Границы Харада Точнее Истерлинга По строительству Тут опять-таки Ничего Интересного Нету Пропускаем Ход Итоги Периода Северный Тилен Захвачен Вот так Бывает Мордору Прирост Небольшой Получился По городам Завершение Переподготовки Орки Охотники Лихолесь Переподготовка Я смотрю Продолжается Ну пускай Так и будет Строительство Завершено Орчья Харчевня И тут Можно Кстати Давайте Наверное Я тут Буду Разбивать Те же самые Казармы Дозорных Хотя Не мешало Бы и Кожевенную Мастерскую Тут сделать Ну в общем Давайте Ладно По порядку Будем Вот так Идти Лазутчика Мы теперь Можем Тут заказать Нет Не можем Слишком Много Агентов Жаль Жаль А вот И появился Ой А вот И появился Дарвинион Причем Я смотрю Неплохой Такой Отряд А лазутчика У меня тут Нету Подсмотреть Да Нехорошо Очень Даже Нехорошо Потому что Некем Некем Пойти Подсмотреть Так Что же Тогда Придумать У нас Тут есть Неподалеку Вот этот Товарищ Который В целом Неплохой Такой Дядька Так Вы куда Можете Ходить Далеко Не ходите Да По идее Я успею Допустим Сюда Сбегать Поставить Тут башенку Одну Чтобы Хоть Как-то Увидеть Наши Пределы Нашей Границы Вот Выведу Этого Товарища Ну да Прибыль Не сильно В целом Падает Поэтому Да Давайте Тоже Сюда На помощь Тут Для найма У нас Ничего Нет Ну и Ладно Есть Полторы Тысячи Ну я думаю Можно По чуть-чуть Всякую мелочь Отстраивать Ту же самую Кузницу Хотя Нам не мешало Бы найти А Вот Замок Отлично Там где Надо Строим Кстати Долгулдур Это же по идее Тоже Замок Должен Да Отлично Все значит Как надо Идет Так Ребята Что же С вами Теперь Делать Ну допустим Мы выйдем Из этого Поселения Вот так Лояльность Тут Плохая Значит Не выйдем Значит Пока Посидим Посидим Пока В поселении Один Два Хода Влияние 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 Наше Вообще Никакое То есть Придется Здесь Наверное Кого-то Оставлять Какие-то Отряды Тут Хлам Тут Тоже Хлам Да Надо Выходить Просто Оставить Наверное Вот этих Регат Здесь А вот Этими Вот так Вот Прогуляемся Может быть Тут Эти Товарищи Как-то Среагируют На Наше Передвижение Агент 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 Ну С Роханом Я не воюю То есть По сути Да Его Можно сказать Зря Сюда Поволок Не надо Было Да Как-то Я об этом Не подумал Так Он Дипломат Дипломат Вперед Идет Шоу Молодец Ох Тут Какой Трафик Идет Куча Повозок Едет О Клипость Корсаров Ну что ж Ждем Дарвинион Неизвестно Какие у них Тут отряды Побитые Они Не побитые Ну в общем Сейчас будем Смотреть То что у них Есть Тарполитики Меня это Конечно Немного Тревожит Потому что Они тяжелую Пехоту Лупят Неплохо А у нас Тут все Ребята Как раз Те Которыми Мы Эффективно Можем Сражаться У нас Как раз Все тяжелая Пехота То есть Тех же Самых Мазголов Если они Попадут Под зал Этих Арбалетчиков Будет Ну Так я думаю Не очень Приятно Ну Тем не менее Ладно Пропускаем Ход Смотрим На его Результаты Итоги Хода Белфалас Осажден Ты где Такой Вот Ох Как Здорово Это Видимо Корсаров Барбер Плыли туда И Начинает Портить Жизнь Так давайте Торговый Договор Я думаю На что-то Больше С ними Можно Не В чем-то Большем С ним Можно Не Общаться Посмотрим На этого Товарища Настоящий Дипломат Влияние Орг Понятно Никаких У него Я смотрю Таких Прям Способностей Не Заработал А ты Что за Фрук Мастер Переговоров Хороший Дипломат Изучает Языки Ну Неплохо Развивается Парень Так С этими Ребятами Мы уже Виделись Тут мы Пропустили Были Еще Одни Возможные Торговые Партнеры Так Ну Дарвинион Ага Вот они То есть Несутся К нашему Населению Мы сейчас Вот так Вот сделаем Жаль конечно Что вот эти Лучники Не могут Здесь Переобучиться Пока 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 Не появилось У нас тут Достойное Влияние Ну 28% Уже В целом Неплохо Так Посмотрим Что у нас тут На границах Вроде бы Ничего серьезного Не происходит Забирать Забирать Вот эту Крепость Пока Пока Я думаю Не стоит Я вот Наверное Где-то тут Сейчас Башню Поставлю Вот так И спрячусь И спрячусь Туда Где-нибудь Да что 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 Не прячься Вот здесь В лесу Вот здесь В лесу Не хочет Ладно Так Эльфы О Как Здорово Со всех сторон Вот эти Побитые Смотрю Ребята Как же Вы вовремя Все Ко мне Вот это Поперлись Ну что ж Эльфы Ходят Очень даже Не слабо То есть Если вот эти Ребята Дойдут И будут Штурмовать Поселение Нам придется Сначала Им натрескать А потом Еще попытаться Успеть Добежать Вот сюда До этого Города Да Нехорошо Очень Нехорошо А вы Два Кода Нанимаетесь Да нет Спасибо Давайте Вот так Вот так Да нанимация Сколько В содержании 135 Может Хлама Набрать Но Хлам Конечно Не Это все Таки Хоть Чуть Чуть Да Лучше Но Да Бестолковые Точно Точно Такие Же Бестолковые Ладно Что Там Мне Подсказывает Что Я Вот Это Затянул Сижу Тут Безнаемое Сколько Ребята 270 Какая У нас Прибыль 2000 Да Пора Наниматься Хотя бы Понемножку По чуть Чуть Лучников Возьму Хороших Раз Наездники На варгах Два Хода Эти три Хода Но главное Теперь Пережить И вот Этих Ребят Возьму Тоже Пока Так Надо Надо было Сразу Конечно Набирать Я же говорю Что-то Я затянул С этим Делом У нас И тут Сидит Куча Хлама Которые Я пока Никуда Не применяю Они Не очень Пригодились На этом Фланге В общем Надо Восточный Фланг Наш Укреплять Чем Быстрее Тем Лучше Кто Такие Все равно Не видно Короче Можно Сказать Что Зря Его Сюда Тащить Ладно Пропускаю Ход Каир Андрос Атакован Ну Да Я смотрю Что Мордор Пошел Так Понемногу Прессовать Гондорцев Дипломатические Сведения Начавшие Войну Со всеми Кланы Н2 Это Земли Брии Шира Кланы Н2 Это Дикари Думланда Ребята Разозлились В общем Доклад О найме Так Кушечное Мяску Набрано У нас Даже Один Отряд Бесплатного Содержания Хорошо Доклад О строительстве Дороги Наконец Построились Здорово Но А Еще Где-то У нас Кузня Кузня По-моему Вот Здесь Дор Лингвар Бирает Не всего Да Давайте 75 копеек Переобучимся Найм Конечно Да Давайте Наверное Еще Вот Таких Вот Ребят И Вот Таких Вот Ребят Вот Эти Товарищи Не Дошли Они Потрепанные Они Тут Видимо Всыпали Неплохо Да Побитые Очень Даже Потрепанные Войска В них Но Мне Высиживать Ждать Чего-то Смысла Нет Я буду Атаковать 10 к 7 Нам Говорят Посмотрим На них Поближе Да Есть Копейщиков Один Отряд Два Отряда Лучников Вот Эти Мечники Есть Два Отряда Вот Такие Вот Раз Щитоносы Винного Края Если Вдруг Кто Не Видел Еще Воины Винного Края Вот Такие Ребята Стена Щитов Ничего Особенного Ну Атака Неплохая Общая Защита Ничего Дальний Бой 8 Арбалетчики Торна Оружие Пробивает Доспехи Бьют На Большие Расстояния Лучники Винного Края Тоже Как бы Ничего Особенного Мечи Торна 5 10 Ну Так Копейщики Средненькие Ну Опять Такие Лучники А Вот Ну Что ж В бой Начинаем Развертывать Наши Войска Так У нас тут В отряде Да В армии Куча Стрелков Вставляем Так Вот Здесь Вот Этих Рубак Вот Тут Надзволы Пойдут У нас Фронтом Вот Этим Фронтом В обход В обход Как-то А Вот Они Как Решили И Что Что Куда Они Будут Занимать Где-то Пози Позицию Намного Дальше Чем Те Те Же Самые Арбалетчики Вражеские Но тут Я думаю Без потерь Никак Не обойтись Уже Смотрю Что-то Не понравился Наш Надзвол Они Решили На него Вот Так Вот Отреагировать Ребята Давайте Вы Вперед Выходите Вы Заходите Вот Сюда Вот Наверное Пускай Так Будет Лучники Лучники Как вы Видите Могут Вести Огонь Уже Давайте Наверное Вот Так Расставляем Надзволы Пускай Залетают Сюда Наверх На Холм На Этот Ха Тоже Комп Конечно Действует Гениально Так Ребята Вот Арбалеты Не Подлазим А вот И Сразу Вражина Решила Изменить Свою Тактику Но Копейщиков Нам Бить Смысла Нет А вот Эти Компы Стрелков Побомбить И то По-моему Это Нец Стрелки Которые Нам Нужны Вот Эти Нам стрелки Нужны Раз А вот Вы Как раз Там Ребята Можете Куда Вы Там Стреляете По легкой Пехоте Тут Поработать По Этим Товарищам Вот Эти Товарищи Поближе Подходят Легкая Пехота Легкая Так Стрелки Да Вот Арбалетчики Торна Раз Арбалетчики Торна Два Давайте Попробуем Их Обстрелять Если Мы Их Снесем Как Б То Будет Нам Будет У нас Все Хорошо Но Пока Я смотрю Что Как То Что То Слабо Получается Да 23 Я смотрю Что Вот Наконец То По Моему Они Хоть Одного Уложили Вот Они Пошли На Ближний Бой Кого Они Хотят Обстреливать Они Хотят Обстреливать Наших Хороших Лучников Айя Не Надо Так Делать Так Легкая Пехота Мы Наверное С вас Начнем Лучники Отходите Бегом Отсюда Отходите Одного Уже Потеряли О Уже И Не Одного Потеряли Здорово Ребята Вы Тоже Отходите Это По Моему Полководец Вражеский Бежит Сейчас Нам Дадим Как Следует Вот Так Вот Так Вот Замечательно Просто Великолепно Великолепно Надзвулы Конечно Вражеский Полководец Погиб Жаль Потеряли Мы Конечно Некоторое Число Вот Этих Наших Чудо Стрелков Давайте Пойдем Наши Пехота Немного Тут Погуляем Это Тоже Надо Как Трайно Раны Какие Набивать Давайте По Тем же Самым Легкой Пехоте Это Дадим Немного Оу Ребята Уходите Уходите Надзвулы Прогулялись Немного Тоже Отходим Тоже Отходим Стрелков 45 Лучники Что Вступили В бой Нет Пока Еще Не Вступили В бой Надзвулами Пытаемся Оу Арбалетчики Я Вас Так Стрелков Можно Так Тут Бить Можно Развлекаться Прям Ну Мечники Я думаю Точнее Копейщики Быстро Рассыпятся Вот Эти Вот Которых Тут Уже Немного Осталось Тут Я Наверное Пойду Прогуляюсь По Арбалетчикам Немного Пройдусь Тут Можно Легкая Пехота Нет Не надо Пускай Мы Отойдем В сторонку Так Где Наши Чудолучники А Вот Они Все В толпе Бегут Да Пускай Бегут Пускай Бегут Как Можно Дальше Наши Натсголы Тут Развлекаются Добивают Вот Этих Стрелков Пускай Тут Наверное Мы Вот Так Вот Делаем Сейчас Попытаемся Нашими Лучниками Хотя Сейчас Я думаю Натсголы Тут Всех Догонят И Исправят Эту Ситуацию Вот Так Еще Вот Этих Стрелков Надо Сейчас Быстренько Покрошить Да Что За Неугомонный Ком Ну Вот Ты Видишь Не Догоняешь Будешь За Ним Гоняться Весь Бой Ну Тоже Как Да С Другой Стороны Что Остается О Побежали Стрелки В Бой Это Конечно Смешно Бу Не 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 Боятся Вот Дело Время Ай-яй-яй-яй Стрелки Отходите Товарищи Отходите Стрелки Попытаемся Мы Сейчас Как То Так Закрутить Чтобы Наша Тяжелая Пехота Тоже Немного Порубилась Так Нас Догнали Эти Разбегаются А вы Нехорошие Люди Не Надо Бить Наших Славных Бойцов Так Надо Убрать Вот Эту Способность Просто Вот Так Вот Вот Так Вот Где-то Там Наши Назгулы Кто-то По ним Ай-яй-яй Кто-то По ним Я смотрю Пульнул Несколько Раз Люди На Стрелки Вернулись Где Эти Негодяи Сбивают Наших Лучников Вот Так Вот Все Сразу Желание Пропало Воевать Тут У нас Как дела Надо Бранг Заработать Так Товарищи Вы Вот Сюда Стрелять Наши Вот Эти Товарищи Идут Тоже Вот Куда-то Туда Со Всех Ног Несутся Добиваем Уже Эти Остатки Чтобы Вот Вот И Все Завершаем Битву Потеряли Все-таки Еще Одного Лучника Ну Что Есть То Есть 77 Человек Потеря Назвал Набил Ранг Ну Нормально Выкуп Долой Разграбили Вражеский Лагерь Оттолкнули Этих Ряд Нужно Дальше Жаль Надо было Конечно Вот Это Поспешил Надо было Добить Этих Я Тоже Где-то Мне туда Побежал Что-то Короче На меня Нашло Сегодня Ладно Забираем Забираем Вот этих Бойцов Жаль Брать Никого Не можем Что Надо Чтобы Вас Наконец-то Вербовать Но Тут Я пока Оставить Не могу Никого Возможно Вот Этих Вот Ребят Только И Все По Другому Наверное Никак Хотя Можно Наверное Вот этих Лучников Нет Эти Лучники Будут У нас Как Кушечное Мясо Я Сильно Сомневаюсь Что Вот Эти Товарищи Пойдут На Штурм Этого Поселения Хотя Всякое Может Быть Да Давайте Наверное Оставим Два Отряда Вот Этих Лучников Ну А тут Будем Уже Как-то Изгаляться Нашими Полководцами Вот И Что ж Денег У нас Немного Есть Строительство Та-та-та-та Надо Развивать Давайте Тут Вот Так Вот Раз Кузницу Здесь Два Кузница Ну Вот Тут Я Атаку Наверное Уже Проведу В следующей Серии Да А пока А пока Спасибо вам За внимание Дорогие Зрители Подписывайтесь На наш канал Кто еще Не подписался Ставьте лайки Комментируйте Давайте Советы Насчет Прохождения Этой Компании Да и вообще По другим Компаниям Тоже готовы Вас Выслушать Всего вам Самого лучшего И до новых встреч